добрый день дорогие друзья сейчас мы проходим курс тренинг по мануальной терапии и возникают такие простые вопросы которые в принципе важно понимать не только терапевтам да не только тем кто занимается с вами мануальной коррекцией но даже если вы простые граждане обыватели мужчины девушки да что такое грыжа что такое остеохондроз там протрузии и так далее вот и нарисовал примерно позвоночный столб до в нем есть канал сзади позвоночный канал где проходит наш спиной мозг у него зеленый цветом обозначен видите да сам позвонок заканчивать позвоночник каждый позвонок заканчивается за ним такой в трубочке внутри позвонки вот позвоночный цилиндр тела позвонка да вот в виде кулака у него распределяется вот так отростки назад кзади который находится канал получается да вот так вот и от него еще идет отросток один это ассиста отросток то есть если тут спина вот с этой стороны то мы щупаем именно ассисты отростки вот они обозначены они идут немножко так тела позвонок от тел позвонков чуть вниз то есть если вам кто-то там щупает позвоночник с той стороны говорит ой у вас грыжа не верьте такого человека нельзя пальцем прощупать грыжу она вот она черненьким цветом показано вот выступил да она внутри у вас палец никогда спустите ткани не пройдет во первых тут много мясо так скажем да мускулатуры жировые ткани там скелетные вот эти вот всякие связки кожа толщинку это имеет а потом еще вот этот нервный столб да и только за ним уже грыжа находится как вот это пальцем залезть никаким инструментом в принципе невозможно залезть это сантиметров но семь пять семь сантиметров самое толстое место и самая частая где он бывает грыжа в 90 процентов случаях это поясница вот это примерно поясницу я нарисовал тут можно как бы закончить рисунок тем что последний позвонок поясничный 5 совпадает стыкуется с крестцом крестец это такая одна кость соединенная из пяти позвонков раз два три 4 5 сросшиеся пять позвонков да это правило получается это 5 это с 1 вот самое часто место 90 процентов где бывает грыжа ну грубо говоря там их делит на самом для меня зачем с 2 получается до с 3 с 4 с 5 дальше пошел копчик он такой заворачивается поэтому поэтому смотрите грыжу может вот специалист только предположить где находится то есть предугадать нажимая сверху либо там поднимая ноги определенным способом сейчас мы это будем изучать как это делать он может предположить что она там находится да и послать вас к врачу чтобы сделать рентген мрт любую томограмму чтобы как бы удостовериться насколько она потом грыжа грыжа и рознь это не значит что сразу надо оперироваться так не слушайте тех врачей которые вас посылают на операцию сразу потому что но операция она представить осложнения какие будут это надо все отсюда разрезать эти ткани до залезть сюда и не повредив вот этот вот столб спинного позвоночного мозга до устранить вот эту вот часть грыжи ну то есть вот это покажу вот тело позвонков до между ними находятся диски диски создает состоят из такой из фиброзным тканей фиброзное кольцо называется она такой сеточка как будто не скользит туда куда и вот так вот это вот сеточка закрывается это кольцо если при компрессионном сжатии этом при трении при у тех кто бегать жесткой подошве там достаточно много да ну любые способы механических повреждения они видны потому что диск приседает он у нас амортизатор внутри диска находится пульпозное ядро пульпозное ядро это такое такая жидкость ну на вроде но наиболее похоже на белок яйца по консистенции просто жидкость она еще больше смещает этот удар до амортизацию но когда у нас диск стареет дегенеративно-дистрофические реакции происходят по любым причинам может человек просто следующий образ жизни видео до единственно не работает соответственно к нему не поступают питание тоже это вредно соответственно он иссыхает да у него вот эти вот оболочки которые там переплетаются все это сюда фиброзные они но фиброзное похоже на хрящик не совсем кричит по консистенции похоже вот на на хрящ из-за по-простому так объяснить да они иссыхают почему потому что ко всем тканям у нас даже в позвонках и даже в костях у нас есть кровеносные сосуды которые питают его и только здесь сюда не подходит ни один кровеносный сосуд соответственно грубо говоря если нет питания а питание для только диффузные закрывающих тканей то есть просачиваясь через другие ткани туда поступают ну влага питательные вещества микроэлементы какие-то если туда не поступают то соответственно соответственно быстрее стареет и вот врач говорит например у вас остеохондроз остеохондроз это не болезнь чтобы понимали она не лечится остеохондроз это как адрес по которому мы прописаны вот он есть в том-то в том-то месте куда вы приехали да там находится переехали в другое место в другой адрес другое другая стадия остеохондроза дегенеративно-дистрофические изменения они идут и в костях и связках и в этих дисках вот например нарисовал или вот туда у диск начинать чуть разрушаться куда у него там какие-то происходят остеофиты это вот нарост это маленькие такие да они еще больше царапают вот этот вот фиброзное кольцо она еще больше изнашивается понимаете и как бы эти процессы не обратим и потому что вот эти вот наросты ну как вы их ножом что вы срежете как вы уберете будете больше двигаться они боль ну некоторые прописывают там больше бегать закачивать себя да когда чего закачивать себе ну при встречает там да или или красном поворот и делает да он как правило еще больше воздействует на вот этот диск уже травмированный и еще больше его стирает понимаете да это как бы с одной стороны но с другой стороны мы покачиваться про вот эту стадию говорю то есть кстати у нас хуже 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 вниз ну так графически просто изобразил соответственно другим критерием является неподвижность то есть врачи говорят лежи ничего не делай да тоже плохо человек лежит они вообще сюда питание попадает надо двигаться надо двигаться движение это жизни и я вот против как бы врачей ничего не имею но против их вот этого мнения покоя да я конкретно против потому что сколько показывают случаев что движение спасает это не обязательно закачивать себя тяжелыми весами там да со штангой хотя бы легкие какие-то наклоны упражнения они дают сюда больше питания больше идет движение каких-то жидкости до когда вы ходите на массаж тоже прочитает массаж нельзя при грыже да можно наоборот грыжа грыжа и рознь вот если она вот так вот уже выдавилось видите здесь смотрите вот это пульпозная дороги расплющилась середина от этого вообще нету она вышла и и диски сок до диски сок так что он выдавился назад и аж даже вот видите провис вниз вот это вот уже опасных грыжи вот в этом месте сюда вообще давить нельзя вот сторону да но он может попасть на вот этот вот нервы да и передавить его а может не попасть может немножко сбоку от него выйти да то есть принципе он может быть достаточно безопасным но область боли может быть соседних связках где-то вот туда а если но если не раздевают то еще больше да если связки болят вокруг до или мышцы то они как бы а потекают опухают то еще больше начинает больше еще больше сдавливают нервы где тут на зеленый цвет нормальный вот нервный корешок выходит до ты пошел вот туда разметляться вот он передавливается соответственно идет иннервация там в ногу в бедро там ягодицу да вот тогда идет боль когда он как-то его переживает если все-таки не его переживает а рядом то опасно вот эти ткани которые уже разбухли да их опасно делать массаж и опасно делать эти мануальные процедуры поэтому в этом случае не делаем это как правило видно человек приходит с болью то есть ему надо сначала посоветовать устранить этот болевой синдром различными уколами блокадами там до устраняется после этого можно ему делать какие-то там растяжения или какие-то процедуры на защит физиотерапию например физиотерапия теперь достаточно легко лечиться если вытекает потому что если вы но даже вот в этой стадии да вот это называется протрузия то есть он выдавился да вроде бы как бы но не сильно миллиметра три четыре там даже до пяти он может даже не вообще не давить на позвоночный стол просто немножко выдавился и чтобы понимали почему нельзя устранить полностью грыжу тоже глупости некоторые там делают специалисты банками знаете по спине так поводят поводят и как все я тебе грыжу устранил человек встает ему легко действительно до облегчения но не грыжу устранил неправильно говорить он снял напряжение в окружающих тканях здесь напряжение снял они расслабились перестали сдавливаться до позвонки чуть расширились и все это вот это вот выпячивание она чуть-чуть ушло назад уменьшилась но уже там например не 4 миллиметра 2 миллиметра стола до но само понятие грыжа держит что это выдавливание выпячивание вот представьте целлофановый пакет вы пальцем продавили выпить или вода а потом палец убрали как бы вы не растягивали вот это вот выпученная часть она так и останется всегда понимаете ну ткани изменились на них берется до конца некоторые говорят надо закачивать мышцами то есть ну там спортом заниматься до штанги поднимающим мышечный корсет как бы держал но с другой стороны логически подумайте у нас нет мышц которые растягивают даже мышцы быть которые здесь тянут вниз а тут мышцы которые вверх тянут где вы такие мышцы видели как какие-то мышцы вверх тянули где-то и просто не существует все мышцы от одной кости до другой до как минимум там от плеч плечевого пояса до тазобедренного пояса да то есть они как-то наоборот стягивают если вы закачиваете они больше напрягаются больше стягивает понимаешь на глупость конкретная так и закачивать не надо ну либо можно так понять что закачивается например с одной стороны больше до например со стороны живота тогда позвоночник немножко распрямляется да и как бы сзади вот эта часть грыжевая она расширяется тоже чревато на самом деле вот для этого случая давайте нарисуем то есть получается если позвоночник распрямился больше давить вот на вот эту часть антон растянулся одесса сжался раз уже сжался то напряжение куда пойдет поздно ядро опять будут туда выдавливаться а тут уже растянута еще раз на ослабленную часть еще больше будет давление понимаете механического или как бы мы разжали а фактически сжатие здесь производит давление туда нажимаем давление вот так что если возвращаемся к операции вот так вот провисание это уже миллиметров 10 там 12 называется секвестр очень опасно если какие-то делаете манипуляции он может отколоться какие тут кусочки да и они уже осколками своими травмируют ткани можете там блуждать да еще там порезать поранить если вытекло все-таки пульпозное ядро до произошел разрыв пульпозное ядро вытекло и она тоже является отравляющей для токсическим веществом для окружающих тканей тоже боль получается понимаете поэтому с этими областями мы работать очень тяжело вот если протрузим вас такая например да ну просто иссохло все да и позвонки сидят друг на друга тут остеофиты очень большие большие корявые такие не разрослись давайте друг другу уже практически впились вот тут тоже ничего не сделаете потому что вы просто будет сломать косточку на тоже там либо параллельно соседней ткани но либо в этом случае она отколется и какой нибудь осколочек просто там рассосется где-то там рядом будет плавать и рассосется может быть такое да поэтому ну во первых для клиентов говорю и вы мотивирует клиентов что ходить на массаж нужно до того когда у вас что-то случилось понимаете это то есть для здоровых я сам люблю работать со здоровыми и сюда их мотивирует говорю что пока вы здоровы вы делаете профилактику всех будущих заболеваний это не только эти заболевания вообще все всех остальных других потому что например вот смотрите вот этот вот нерв идет в плавают в жидкости позвонок череп да и позвоночник он как бы весь наход мог но мозг и там и тут находится в жидкости ликор называется и у давления в этой жидкости всего лишь на доли миллиметров туда-сюда вот перетекали между мозгом и корни копчиком она нормализует полностью давление в черепном мозге черепной коробки если там там очень тонко все из нам какой-то микроэлемент упадет ну чуть больше что на грамм допустим чего-то станет не знаю костюм или что-то еще то соответственно уже будут заболевания всей системы но может не заболевание осложнения если тут при поздно ядра вытечет да то будет осложнение полностью во всей системе она тоже какой-то период будут рассасываться проходить то есть это достаточно болезненно будет поэтому в этих случаях только после снятия болевого синдрома может как-то воздействовать ну вот это практически похоже на болезнь бектерю когда уже просто срослись позвонки да они уже неподвижны друг другом у них нет этой подвижности но позвонки они еще вот тут вот друг на друга садятся там их много вот этих вот сочленений до садятся с боков они с ребрами стыковаться там 5 соединений просто на этой проекции мы их не сможем все показать есть метод лечение такой когда залезают сюда и убирают вот эти вот секвенции секвестр который отломился да но действительно это просто уже между ткани не нужны может просто отрезать только в этом случае можно пойти на операции до этого предупреждайте что операция мы вы поняли да все осложнения разрезан тканях если не ткани идет это сюда будут последствия последствия как правило был не только в эту область а еще область выше область ниже последствий может быть много но это крайний случай когда ничего другого не помогает пока другого ничего нету есть мы профессионалы массажисты мануальные терапевты которые помогают консервативными способами как можно дольше избежать операции это не значит полностью вылечим человек но есть такое понятие постоянная ремиссия то есть каком-то положении вот мы задерживаем вот это вот развитие до заболевания и соответственно это является благом для человека вот эта задержка может держаться доход плюс 50 60 лет ход плюс 70 лет еще с грыжи да с протрузии человек может прожить и даже не чувствую не забыть забыв да если делать определенный комплекс упражнений для себя там гимнастика плавания растягивания плюс массаж на плюс то сюда то есть мы продлеваем его жизнь человека грубо говоря вот мы не сам благо людям принять каким способом есть способ когда вот все таки она уже почти вытекает до прокалывают иглой достаточно такой длинный прямо до позвонка здесь выкачивают вот это вот лишнюю часть тем что жидкий азот поступает из мгновенно испарение ночью струбочку обратно все испарилась и за счет образовавшегося вакуума грыжа подтягивается до какого-то состояния до такого подтягиваются да то есть в принципе еще главное чтобы не было даже нет этих тканей вот но это как бы замена операции недавно появился такой способ в израиле по крайней мере в германии точно делают по-моему в россии тоже уже начать делать достаточно быстро это две-три минуты человек пришел еще и сразу ушел с операционного стола вот вся операция вот ну понятно да вам или что-то еще рассказать ну кстати вот смотрите вот то что он показывал если нет выходит здесь то на поверхности мы боль чувствуем вот в этой точке а по сути это идет на один позвонок выше то есть нет вот отсюда выходит понимаете то есть растягивать надо выше чуть-чуть на там сантиметр 2 буквально тем область более ну а вообще какому массажиста мы обрабатываем не только эту часть мы же все все вырабатываем на самом деле большого участка доходят вот помните декомпрессию делаю да мы старались проникнуть через все ткани до позвонков и разжать их тоже отдельно то есть постоянно у нас во время всего массажа были разные методы но приемов наверно 10-15 разных когда они все декомпрессионные и после сейчас мы делаем мануальную терапию до любой мануальная разблокировка она тоже тоже делается до нее тракция вытяжения и после нее тракция чтобы если мы растянули до что-то там разжалась вышел нефтом сухоцвязка да потом сжали она может обратно если все быстро сколько со стола а может обратно также сцепиться еще даже больнее быть поэтому мы перед поднятием человека должны его еще разу стянуть медленно состыковать и медленно попросить встать вот а по поводу вот этих позвонков 4 получается до 31 получается 3 весь поясничный комплекс нарисовал соответственно вот тут вот 90 процентов возникает протрузии и грыж может 90 может быть там 85 цифру точно нельзя назвать многие же даже до врачей не доходит 85 еще процентов 15 это вот грыжа в шейном отделе 15 процентов 5 процентов на все странные грыжи вот она вот тоже от врача человек уходит и будет ой у меня 12 грыж грудном отделе позвоночник вот это весело позвоночника везде грыжи но разве можно верить такому врачу который сказал что нам грыжи понимаете это даже не логично это максимум какая-то часть протрузии или дистрофических изменений когда там спрессован чуть-чуть диск понимаете это не грыжи соответственно в этом случае можно сделать массаж и и тракции всякие то есть иногда врачи тоже они стращают и пугают и и осторожничают или не знаю какому-то другому признаку вот они все проблемы называют остеохондрозом например да но остеохондроза уже поняли это не болезнь это такая свалка мусорка куда если врач но ленивые ему дали или по незнанию как определить что это он просто туда сбрасывают все проблемы симптоматика какая-то есть а это у тебя остеохондроз сколько сколько тебе лет 50 так у тебя остеохондроз чего ты хотел ну и то же самое когда там артроз да та же самая свалка когда вот нечего сказать да но артроз нам тоже это общее название заболевания уз окончание после общей системы то есть это может быть и спондилез может быть и спрессовка вот этих вот связок да между ними трение это может быть там заболевания суставов и связок и костей да тоже остеохидоте и вот и идет боль до идет трения артрозом ну в общем все подряд называют артрозом когда не могут точно определить но с другой стороны человек который обратился к врачу может быть ему не надо так подробно знать где конкретно тоже очень много связок да хотя с другой стороны если он обращается ну или после врача с анамнезом идет к специалисту на терапевту на терпевт должен увидеть не две строчки написано там до 5 с 1 там спондилоартрит и и протрудия да он должен более подробно всю картину видеть там целого такой списочек должен быть для него чтобы понимать на этом отдельно будем изучать да что где какое заболевание означает и уже отдельно будем более детально точечно подходить каждому заболеванию понятно готовы дальше изучать уже на практике наши ручки устали начинаем их тренировать начинаем друг друга разминать так что приходите на тренинги записывайтесь на наш канал академия телесно-ресильных практик в ютубе ставьте лайки до новых встреч